Всевышний Аллах сказал Воистину Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таковы его обещания и обязательства в Торе, Евангелии и Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйте же сделки, которые вы заключили. Это и есть великое преуспеяние. Как же красив этот аят! Как же красив этот образ! Образ сделки, которую заключил сам Господь, всемогущ он и велик, и сделал ее ценой то, чего не видел глаз, о чем не слышал о ухо, и чего даже не представляло себе сердце человека. И зафиксировал этот договор буквами из света в трех небесных книгах, в Торе, Евангелии и Коране. И чтобы на самом деле почувствовать эту сделку, прочитай, про кого был ниспослан этот аят. Он был ниспослан по поводу великой клятвы при Акабе, в тринадцатом году посланнической миссии. Это год, в который порядка семидесяти жителей Медины прибыли к Пророку Мира Ему и Благословения Аллаха давать присягу. Присягу самопожертвования и готовности умереть за религию. Среди них поднялся Абдуллах ибн Рауаха и сказал посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, «Огласи из условий твоего Господа и твоих условий, что ты хочешь». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Условия Моего Господа, чтобы вы поклонялись Ему и не предавали Ему всотоварищей ничего. Мои условия, чтобы вы защищали Меня, как защищаете себя и свое имущество». Ансары спросили, что нам будет дано, если мы выполним это, о посланник Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, «Если вы выполните это, то вам обещан рай». Абдуллах ибн Рауаха сказал, «Успешная сделка». Мы не расторгнем эту сделку и не попросим расторгнуть. Мои любимые, вступление в ислам – это сделка, заключаемая между двумя сторонами, в которой Аллах является покупателем, а верующий – продавцом. Это сделка с Аллахом, после которой верующему ничего не остается, ни его душа, ни имущество. Все это он посвящает Аллаху. В этой сделке верующий продал Аллаху свою душу и имущество взамен известной определенной цены. Это рай. Это цена, с которой не сравнится товар. И это милость Всевышнего Аллаха и его щедрость. Аллах не спослал этот священный договор через Джибрилля. Сподвижники подписали его, а Пророк, мир и благословение Аллаха ему и его семье, свидетельствовал этому. Товаром был рай, а ценой за него души верующих. Сделка была успешной, и в ней не было выбора расторжения или просьбы о нем. Вот по этой причине великий сподвижник Абу Суфьян ибн Харб не обращал внимания на потерю глаза на пути к раю. Он принимал участие в походе на Таев с посланником Аллаха, мир и мы благословение Аллаха. Стрела попала в него в тот день, и он лишился глаза. Пророк, мир и мы благословение Аллаха, сказал ему, когда увидел, что тот держит свой глаз в руке, «О Абу Суфьян, что более любимо для тебя? Глаз в раю? Или чтобы я обратился с мольбой, чтобы Аллах вернул его тебе?» На что Абу Суфьян ответил, «Глаз в раю», и бросил свой глаз на землю. Но он не ограничился этим, а потерял свой второй глаз в битве при Ярмуке. «О любящий, двигайся вперед, ведь рай приближается к тебе при выполнении обязательного, а ад отдаляется от тебя оставлением малых и больших грехов. Однако любовь придет к тебе только с жертвованием души. Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь. Из-за крови любящего продается связь с ними. Так кто же тот, кто готов купить за эту цену? Как же приятно посещение, которое совершают шаги довольства на земле страстного желания. Абу Язид сказал, «Я не прекращал попытку привести свой навс к Аллаху плачущим, пока не смог привести ее к Аллаху смеющимся. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он сделал меня и вас из числа тех, кто унаследует рай и наседалище истины возле всемогущего властелина». Субтитры создавал DimaTorzok